Матч с Псковым для Владимирской команды выдался напряженным, но ярким. С самого начала первого тайма черные-белые завладели инициативой и играли преимущественно на половине поля соперника. И уже на 11-й минуте матча гол забил Денис Перфилов. А еще через 4 минуты судья среагировал на нарушение правил в отношении игрока «Торпедо» и назначил пенальти. Его успешно реализовал капитан Владимирской команды Дмитрий Чернухин. Ближе к концу первого тайма Псков 747 стал отыгрываться. На 28-й минуте судья назначил пенальти в пользу этой команды и он был успешно реализован. Второй гол в ворота «Торпедо» соперники забили менее чем через 10 минут. Но на 42-й минуте владимирцы снова вырвались вперед. Гол забил Дмитрий Забродин. Голов в этом матче больше не было, но тренер черно-белых Дмитрий Везьмикин остался более доволен игрой своих подопечных. Во втором тайме футболисты четко следовали указаниям тренерского штаба и крепко одержали оборону. Матч завершился за счетом 3-2 в пользу «Торпедо». Если по игре, то не совсем получилось то, что мы хотели в первом тайме. И сделав поправки в перерыве, намного улучшили игру в втором тайме. Соответственно довели игру до победы. Гостевой матч Мурома против питерской «Звезды» тоже получился ярким. Хозяева поля начали его очень активно с прессингом и атаками. Но и Муром не уступал в силе. На 25-й минуте первый гол в ворота «Звезды» забил муромлянин Артем Ежов. Но соперники буквально через минуту ответили своим голом тоже с углового. Но на 38-й минуте допустили нелепую ошибку. Капитан «Звезды», прерывая пас игрока муромской команды, забил мяч в собственные ворота. Автогол пошел в пользу Мурома. На перерыв команды ушли со счетом 1-2. Во втором тайме «Звезда» осталась в меньшинстве. Был удален центральный защитник. Это преимущество дало Мурому возможность добиться победы. Красно-черные увеличили счет на 65-й минуте матча. И уже в конце матча Муром забил еще один гол в ворота «Звезды». И окончательный счет игры 1-4 в пользу муромской команды. Главный тренер «Красно-черных» Владимир Казаков результатом остался доволен. Первый тайм, я считаю, все-таки команды больше приспосабливались к ветру, к покрытию. И поле было сырым таким, скользким. Поэтому моменты возникали и у одних, и у других ворот. Второй тайм прошел под нашим, я считаю, преимуществом. И мы заслуженно победили. После окончания первого тура результаты Владимирских команд таковы. «Торпеда» занимает четвертое место в турнирной таблице. Муром на седьмой строчке. Второй круг начнется уже в эту субботу. В гости к Владимирскому «Торпедо» приедет питерская «Звезда». А Муром примет у себя клуб «Луки Энергии» из города Великие Луки.